Сегодня мы с вами разберемся, может ли тональная основа быть полезной для кожи, потому что у меня здесь в руках новая тональная основа от Neutrogena, и они эту тональную основу позиционируют как полезную для вашей кожи, и в рекламе даже у них говорится, что лучше нанести на лицо вот эту тональную основу, чем вообще ничего не наносить. Итак, тональная основа это называется Hydro Boost Hydrating Tint, то есть по сути увлажняющий тинт, и в состав здесь входит гиалуроновая кислота. Я так понимаю, что это их главный критерий, из-за чего они ее называют полезной для кожи, потому что, как, наверное, вам известно, гиалуроновая кислота на данный момент это один из лучших увлажняющих ингредиентов, составляющих в любых кремах, в любой косметике, потому что молекулы гиалуроновой кислоты работают таким образом, что они притягивают влагу из воздуха в вашу кожу, поэтому, как бы, в теории это все очень полезно. И если у вас кожа страдает обезвоживанием, а у меня зачастую всегда так есть, особенно зимой или вот ранней весной, как сейчас, то вы вполне можете заинтересоваться такой концепцией. Также тональная основа это наделала уже огромную шумиху в Америке, потому что очень многие ее из блогеров американских сравнивают с супердорогой тональной основой от La Mer, тоже новый, и у La Mer, понятное дело, есть вот эти секретные ингредиенты, которые творят чудеса с вашей кожей, здесь же нитражина просто обошлась гиалуроновой кислотой, но в то же время, понятное дело, что La Mer это 120 долларов, по-моему, она стоит, а это стоит порядка 10 долларов. Тем не менее, если посмотреть на утверждение на сайте Нитражина, эта тональная основа обещает увлажнять вашу кожу на протяжении 24 часов, и что более важно, и еще она обещает, что если вы будете пользоваться ее регулярно, то со временем она восполнит, как бы, водный баланс вашей кожи. И что касается остальных свойств, то здесь, в принципе, ничего такого особенного, она не содержит жиров, не комедогенная, и не заваливается в морщины, 10 оттенков есть. Это то, что я прочитала с официального сайта. Теперь, что касается ее обзора. Тональная основа, во-первых, я не попала немножко с оттенком, я взяла 20, но 20 достаточно сильно розовый, я сразу предупреждаю, и вот я не знаю, чем я думала, потому что я сейчас смотрю, опять-таки, на сайте, и первый оттенок, который Classic Ivory 10, он здесь даже на картинке выглядит более желтым, а второй выглядит конкретно розовым, вот этот, который я взяла. Я не знаю, почему я выбрала этот, потому что я зачастую стараюсь все-таки выбирать более нейтральные тона. Розовый неплохо смотрится, в принципе, в реальной жизни на моей коже с розовым подтоном, но вот на камере, она сейчас у меня на лице, мне кажется, что она выглядит достаточно сильно розовой, поэтому для съемок я ее использовать точно не буду. Что же касается ее характеристик, изначально давайте посмотрим на внешний вид. Она идет упакована вот в такую вот пластиковую бутылочку, это не стекло, к сожалению, и что является огромным для нее минусом, по крайней мере, с моей точки зрения, это аппликатор. Они сделали вот такой вот аппликатор, похожий на аппликаторы в тональной основе от Клиник, у них тоже вот такой вот планы есть, тональная основа, как по мне, это дурацкая идея, потому что, ну, это не гигиенично, если вы будете постоянно мазать это на лицо, а потом туда складывать, то вы складываете туда ваши бактерии, которые вы собираете с вашего лица. И в то же время как-то, ну, не знаю, неудобно, на этот аппликатор не наносится достаточное количество тональной основы, чтобы мне хватило вот прям сразу на все лицо, то есть мне нужно 3-4, иногда 5 раз вот так вот окунуть вот этот аппликатор фетровый и вот так вот просто наносить вот на все лицо, перед тем, как я начинаю ее растушевывать. Идеально растушевывается она бьюти-блендером или любым спонжем, очень хорошо она действительно ложится, растушевывается очень легко, и во время растушевки вот у нее есть уникальное такое свойство, такое ощущение, что как будто, не знаю, сферы воды, вот микро-микро сферы воды вот лопаются у вас на коже, и вы ощущаете вот такой вот прилив влаги. Это может быть такой вот сугубо подстроенный обман для того, чтобы вам казалось, что вы получаете сильное увлажнение. Я бы, к сожалению, не сказала, что она как-то значительно сильнее увлажняет мою кожу или держит ее увлажненной на протяжении дня, нежели какие-то другие мои тональные основы. Конечно, если мы сравниваем их с более дорогими, как, например, допустим, там Armani, да, которая мне нравится, Luminous Silk, Armani намного более сияющая, и, возможно, из-за вот этого сияния она тоже как бы поддерживает внешне лицо более увлажненным. Что касается вот этой, к моему удивлению, она не выглядит сияющей на лице. Вот вы сейчас видите, у нее такой вот полуматовый финиш, наверное, я бы так сказала. То есть она абсолютно не сияющая, но при этом она очень приятно ощущается на лице. Она изначально не заваливается в морщины, это правда, и она даже сглаживает морщины. Я думаю, вы будете видеть это вот в процессе нанесения. Мне кажется, ложится она действительно очень хорошо. Она может у меня трескаться в каких-то мимических морщинах. В основном это происходит вот здесь, иногда на лбу вот так вот, по вот этим горизонтальным линиям. Она трескается, после чего мне нужно сделать вот так вот, немножко это скрыть, и она как бы нормально поправляется, то есть она не начинает осыпаться или как-то выглядеть ужасно. Мне кажется, что эта тональная основа лучше всего подойдет для нормальной или немного склонной к сухости кожи. Но в то же время, вы знаете, вот я и попользовалась, и я не могу сказать, что эта тональная основа настолько крутая, что нужно бежать ее сразу покупать, что нужно не спать ночью и думать о том, где бы ее достать, где бы ее заказать. Она неплохая. Я бы сказала, что в бюджетной линейке это действительно неплохая тональная основа для вот такой вот уже более суховатой кожи. И вы меня часто спрашиваете, посоветовать какую-то тональную основу для возрастной, для более уже возрастной кожи. И я как бы лично отвечаю, но в то же время мне хочется сказать, что если вы имеете уже более возрастную кожу, да, и вам хочется, чтобы немножко больше увлажнения было или немножко больше ухода, но в то же время вы хотите оставаться вот в линейке масс-маркета. Одни из самых неплохих тональных основ, которые я вот тестировала за все время для этого, это вот эта, в принципе, Нитроджина очень хорошо себя ведет. И также я недавно в пустых баночках рассказывала о тональной основе Color Me. В ней тоже есть гиалуроновая кислота. Она намного более сияющая по своему финишу на лице, но она очень хорошо вот именно вот держит вот это вот приятное ощущение на лице, когда она не стягивает кожу, не заваливается куда-то, и она вот, кстати, не трескается, как вот эта. Вот эта может трескаться. В какие-то дни не трескается, в какие-то трескается. Ну, в общем-то, опять-таки, если это вас может напрягать, и вы с этим сталкивались в других тонах, то тогда лучше вот эту не берите, а обратите внимание на Color Me вместо нее. А так, в принципе, очень даже неплохая тональная основа. Но, опять-таки, я очень сильно сомневаюсь, что она реально похожа на La Mer, которая стоит 120 долларов. Либо La Mer из себя ничего такого сверхъестественного не представляет, либо просто это действительно не дотягивает. Если вы уже пробовали тональную основу La Mer, о которой я говорю, обязательно напишите в комментариях, как она вам, действительно ли она стоит своих денег, потому что мне очень хочется узнать обзор, знаете, не блогера, а вот обычного человека, который покупает себе это, пользуется. И что, в общем-то, обычные люди могут сказать об этой тональной основе, потому что я подумываю над тем, что, может, стоит ее себе купить или нет. А на этом видео я буду заканчивать. Обязательно поставьте палец вверх, если видео вам понравилось и было для вас полезным. Также обязательно подписывайтесь на мой канал. Кстати, вот недавно проводились исследования, и те, кто подписались на мой канал, у тех тональные основы круто лежат на лице. А кто не подписан, ну, так, имеют постоянно с ними проблемы. Так что стоит подписаться на мой канал. А если вы уже подписаны, обязательно нажмите на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться. Таким образом, вы не пропустите мои новые видео, и YouTube вас будет всегда оповещать о выходе моих новых видео. Надеюсь, вы это сделаете, и мы с вами тогда увидимся в следующих моих видео. Субтитры сделал DimaTorzok